Доброе утро, мальчики и девочки! Я сейчас буду делать пучок и покажу, как я его делаю. У меня со вчера, правда, осталось, но я решила, все-таки надо переделать. Блин, хочется помыть голову. Но я не могу этого сделать, потому что у нас все еще нет воды. Короче, там прорвало огромнейшую трубу, которая находится в лесу, она диаметром больше, чем человеческий рост. То есть просто это главная магистраль. И у нас нету, как сказать, дублирующей трубы, которая ввела бы к нам в Сестрорецк, в наш район. Она сейчас строится как раз. И, в общем, прорвало в одном месте, потом во втором месте. И вот сказали, что в лучшем случае, воду нам дадут сегодня к шести вечера. Ну, будем надеяться, но вообще приучите того, что принес Алюшер, у нас осталось литра-полтора. Поэтому я думаю, что сегодня мы, наверное, съездим в гости к бабушке с дедушкой, потому что я все равно хотела это сделать сегодня или завтра. Вот. А то тут без воды нечего делать и трудно жить, потому что все время то руки помыть, и еще что. Уже с утра встала. Душ не принять. Собаку выгулила, лапой ей не помыть. Протерла просто влажными салфетками. Посуда так и лежится вчера. Чистой посудой в доме нет. Так, стоп. Я забыла расческу. Где моя расческа? А кто видел нам расческу? Это моя косметика. О, не шла расческу. Кстати, мой скульптор, он какой-то прокаженный. Я опять его уронила, и он опять разбился. Я не знаю, как так. Так, короче, чтобы сделать этот пучок, который делаю я, у меня, видите, волосы достаточно короткие еще для пучка. Я просто делаю высокий хвост. Зачесываем. Зачесываем. Кстати, почему мы не подготовились к этой аварии? Потому что никто не предупредил, и вы бы видели, что там в соцсетях просто разнос нашего проявления. Ну, кто у нас тут руководитель? За то, что они знали, что, скорее всего, придется отключать водопровод, и никто не предупредил. И у многих, там, семьи с детьми, 5-6 человек в семье, и тоже там, ну, один чайник воды, и все, и больше ничего нету. Это реально отстой. Вот кто-то знал по слухам, они набрали целую ванну, и теперь сидят, кайфуют. А все остальные такие, как я. Это, конечно, не прикольно. Я вот думаю, ладно, я там, у меня муж на машине может привезти. Я могу на самокате съездить к этим цистернам. А пожилые, которые вот живут, старенькие совсем бабушки, дедушки, вот им как, они даже на себе не донесут это все. Ну, короче, прям, приопечатненько. Так, все, зачесали. Делаем хвост, но протаскиваем волосы не до конца вот такой петлей. Вот. Сделали вот так вот. Теперь смотрите. Делаем вот так, кладем и делаем вот так. А дальше самое сложное. С невидимками все это прикрепить, чтобы это было красиво. Тридцата. И это обычно долго. Иногда я это переделываю несколько раз. То есть у меня без, ну, ничего внутри нету. Вот. И держится все на невидимках. И лаком потом заливаю. Потому что волосы короткие, других вариантов у меня пока не получается, как сделать пучок. Обычно я туда такую подушку подкладываю. Но сейчас слишком мало волос пока для этого. И сзади у меня торчит обычно кудрявый хвостик. Я такая хорошая рассказала вам, как делать пучок. И в итоге после трех попыток я сдалась и просто заплела косички. Потому что у меня со вчерашнего дня лак на голове. И у меня, когда волосы грязные, они очень плохо сушаются. Я вообще ничего не могу сделать. Даже косички не получаются. Нормальные волосы, видите, неровно. Поэтому... Ну, технику вы поняли. Завтра я кулаку помою и уже смогу нормально причесываться. Вот. Теперь надо позавтракать, накраситься, прибраться. И подвигаться в путь, наверное. Каршеринга тоже практически нету. Сестрики, походу, все куда-то поехали с такими же мыслями, как и я. Вот. Так что... Такой странный день. В комментариях был вопрос... Ну, точнее, не вопрос. Было очень много пожеланий. Я сейчас читала с утра, пока болелась с кровати. Было очень много пожеланий, что, типа, второй ребенок, девочка. Вы знаете, что пол ребенка, он зависит от мужчины. И, соответственно, надо смотреть, кого больше рождается в семье у мужа. Если мальчишки, то, скорее всего, тоже мальчик у вас родится. Так вот, в семье у Альджера 9 из 10 детей – это мальчики. То есть, девочки тоже есть, но их реально очень мало. Даже не 9 из 10 у них мальчики. Наверное, 19 из 20. Вот. Поэтому шанс на девочку – он очень маленький. И, если честно, мне не принципиально. Это я раньше девочку хотела. Думала, ну как же. Ну, только девочки – это круто, а мальчики – это вообще что с ними делать? После того, как у меня появился сын, да, блин, мальчики – это очень круто. Поэтому мне вообще без разницы, кто там будет. Мальчик, девочка. Главное, чтобы здоровый ребенок, чтобы мы с ним оба были здоровы, и все получилось хорошо. Вот. Дай бог, сложится. Уж кто там мальчик, девочка. Вообще реально без разницы и мне, и Алишеру. Мы тут слушаем сказки и играем в лего. Артем сказал, мама, собери что-нибудь. Я сначала сделала машину, а потом сделала ресторан. Вот так он выглядит. А ты уже разобрал, да, отобрал цветочек. А да мне нужно разъединить один. А зачем тебе этот цветочек? А я больше не вижу, а потом меня отсоединил другой. А Кузьма с нами собирает лего. Он всегда вот так приходит и лежит. Прямо на лего. Здравствуйте, Мария Петровна. И мурлыки. От радости, что мы все вместе здесь. Рекса, а ты не мурлыкаешь? Рекса. Привет. Привет. Мы вышли под дождь. Я не взяла зонтик и жалею об этом. Потому что у меня куртка промокает. Чего говоришь? Когда дойдем. Когда дойдем, тогда и дойдем. Я же сказала, минуты три идти. В общем, идем. Сидели, обедали. Я такая думаю, дай открою горшоник. Но собиралась через часик ехать. Открываю, смотрю во всей округе. Одна машина и недорогая. Вот это малявка двухместная. Думаю, так надо брать. Потому что сегодня вообще все уехали. Все, кто мог. У меня знакомые, кто тут живет. Детей там к бабушкам отправили. Ну, короче, отсюда потому что. Потому что, вы знаете, да. Без воды не путем не сюда. И мы с Артемием поедем к бабушке с дедушкой. Взяли наши бутылки. У нас литр воды дома остался. И мы как мокро в лицо. Вот. И мы там наберем, потому что я не знаю, к тому моменту, как мы вернемся, дадут воду или нет. Я прочитала. Я ищу каршеринг. Что? Ты ищешь каршеринг? Да. Это. Я уже прочитала в новостях, что к 6 утра они эту трубу выкопали. Демонтаж сделали. То есть им понадобилось около 9 часов, чтобы эту трубу просто вынуть. Надо же новую проложить, потом протестировать, потом еще эти пробы воды взять, что она чистая идет. Поэтому я что-то не верю, что они сегодня запустятся к 6 утра. Как обещали. Скорее всего, затянется это. Все. Мы взяли эту таракашку в аренду. Подожди, Артеш, я не присоединила еще. И смотрите, тут оказывается есть крепление для изофикса. Несмотря на то, что тут только два сидения. То есть подразумевается, что люди ездят с детьми. Так что я сейчас соединю у нас вот это кресло с такой системой. То есть ты крепишь вот сюда, вставляешь, оно закрепляется. И дополнительно еще фиксируешь ремнем безопасности. Я так делала пока, простите, что трясу вас. Пока я так делала только в Кашкаево. Но мне попалась эта система. Потому что во всяких этих машинах, типа там Кио-Рио, этого обычно ничего нет. Когда мы когда-нибудь будем брать новую машину, когда-нибудь это должно случиться, я хочу взять машину с изофиксом. Только крепить его. Вот, смотрите, оно закреплено на этих стержнях. И теперь еще ремнем безопасности. Классная тема, потому что вот без изофикса, конечно, но так оно не очень хорошо нам улетает. Потому что если бывает ремень ослабленный, то это кресло болтает. Вот у нас второй, которая, синяя, которая меньше размером, оно сильнее фиксируется. Давай, залезай. Сейчас встретили кучу народа, все с канистрами по улице. Как проклятые. Проклятая труба. Труба не проклятая. Она 67-го года постройки. Срок ее пришел просто. Надо ремонт вовремя делать, понимаешь? Ну да. Когда не будет таких ситуаций. Да. Что на целый, даже на два дня. А зачем капюшончик? Не люблю ни смородину, ни вишню. Не любишь ни смородину, ни вишню? Угу. Тогда я буду выбирать. Мы зашли в магазин и взяла... Яблочко. Такой этот киндербуэна. Взяла сок. Артеш захотел попробовать сок с морковкой. И вот еще пирог возьмем к чаю. Мы вообще сюрпризом едем. Ну вот так, чайку попить просто. Чего надо яблочного? Здесь нету яблочного зайка. Яблочный лево. Тут всякие сытные. Мы уселись в машину. Мы опять мокрые. Показывай, показывай свою трубочку. Погода. Только что я была в солнечных очках. Льет дождь. Потом опять будет солнце. Потом снова дождь. И так весь день. У нас еще ветер очень сильный этот, ураганный. О, еще человек идет с канистрами. Божечки мои. Я прям представила, знаете, в блокадном Ленинграде, это, конечно, тяжело было. Я подумала, а если бы была война? Мы выходили за водой на разлив. Ну это просто такие мысли. А что делать, если нет вообще воды? У нас, кстати, в этой машине есть люк. Можно открыть, и будет много воды. Но я не хочу его открывать. Ты готов ехать? Да. Да? Хорошо, что мы сегодня собрались выехать, да? Ага. Ну что ты делаешь такое? Фу. Грязное. Не делай. Ну, куда ехать? Да мне отдай. Я люблю тебе сынку. Я надеюсь, тебе морковный сок понравится. Так, все. Едем к бабушке, дедушке. Надеюсь, они дома, и они обрадуются этому сюрпризу. Потому что они не знают, что мы едем, и я решила сделать такой вот сюрприз. Маршрут построен. Ехать 45 минут. 34 километра. Через 100 метров поверните налево. Мы доехали до бабушки с дедушкой. Мы не можем выйти из машины, потому что, ребята, у нас идет град. Вот, смотрите. Натуральный град. Я подумала, хорошо, что мы не на великах поехали, да? Это можно же было на электричке, на велосипедах наложить. А что-то великое еще. Мы уже приехали. Знаете, что выключат. Такая дурацкая машина. Слушайте, на светофоре, если долго стоишь, ну как долго, секунд 15, она как-то глохнет, что ли, сама. И потом, когда надо ехать, ты давишь педаль в пол, и машина заводится, и едет. И мне несколько раз побибикали сзади из-за того, что я, ну, не сразу трогаюсь, а там через 3-4 секунды, потому что она с такими тормозами странными. И там на сложном перекрестке одном, там надо, короче, разворачиваться на набережной и пересечь три полосы, где обычно несутся, и выехать направо. Такая дурацкая очень развязка, там часто аварии. Короче, мы чуть не столкнулись с правым бортом, потому что была машина в слепой зоне во втором ряду. Я ее не увидела. Она мне побибикала по тормозам, и, короче, разошлись мы. Она меня потом обгудела, ну, и что поделаю, я там помахала, что типа, извините. Потому что вот и в нашей машине тоже есть, вот смотришь, боковое зеркало, нет машин, не видно. Заднее тоже не видно машин. А машина находится вот здесь вот, но вот эта задняя стойка и кресло ее загораживают. И пока она вот здесь не появится, ты ее не видишь. У меня несколько раз так было, что я там просто... Но на своей я поняла уже, как надо там, знаете, едешь вот так вот, накренился и посмотрел. А эта, поскольку не моя машина, непривычно. Короче, это было жестко. Все, ты смотри, град закончился, пока я говорила. Будем люк открывать? Ты хотела люк открывать? Давай. Нет, Ашки, оно на нас все накапает. Пойдем лучше радовать бабушку с дедушкой. Как думаешь, они обрадуются? Да. Я думаю, они удивятся, когда мы с бутылками особенно придем. Если у вас есть ребенок, то это значит, вы будете под градом искать околившуюся детальку от лего. Без вариантов просто. Вот идем и ищем. И вся мокрая, она заширка. Я потерялась хвостом собачки детальку. Артеж, куда ты в кроссовках? В лужу? А? Ну, не вижу я тут нигде. Как мы тут найдем? О, слава богу. Ну, пошли. Это чудесно. Это прям шанс на миллион был найти. Все? Настроение хорошее? Да. Да? Класс. Только мама вся мокрая, как кошка. Лужу обходи давай. По краюшку. Чудо природы. Потоки. Дедушка обрадовался, когда нас увидел. Мы такие зашли и вышли. А вот это что? Не знаю, шоколадное что-то. Что это шоколадное? Скажи, я такой первый раз ем. Ну и как? Не очень вкусно. Так ты укуси там крем вкусный внутри. Снаружи только. Вот это только вкусное. Да? Удивительный ребенок. Что вкусное? Шоколад? Гиндер молочный ломтик называется, судя по вот этой надписи. Не зашло ребенка. А нам я взяла пирог вдобный со смородиной, но он немножко намок. Ай, ну и хорошо. Значит, будет более воздушно. Если засох уже, да, то все будет у него хорошо. Не очень вкусно. Ну если тебе не вкусно, не ешь. Когда позже. Тут смотри, даже разобавляет. Ты не будешь есть вообще его? Не очень вкусно. А он попозже немножко. Сначала упражнение, да, для того, чтобы сбросить лишний вес. А потом? А у меня смотрит собачка супергерой. Супергерой? Да. Он стреляет пулями. Даже эта пуля умеет спасать, искать и стрелять. Ой-ой-ой. Для тебя, дедушка, таких нет. Сколько у него свойств? Да. Свойств у него много. Наверное, больше десяти. Жалко, она воду не умеет доставлять нам, да? Ну да. Умела бы воду доставлять, мы бы не голодали, когда у нас нет воды. Мы голодаем. Воду можно доставлять с помощью туч. Да, вот на улице есть вода, а в доме нет. Если тучу направить в вашу сторону, она туда придет, и там воду сбросит в виде дождя. А ты должен стоять на улице с бутылкой и собирать дождинки. Да. Но вода сверху не очень чистая. Почему? Ничего страшного. Чистая. Где же там грязь? Пока она не упала, она относительно чистая. Да. Но когда упала, уже не совсем. Но посуду ей точно можно мыть. А пить не точно можно. Ну, пить можно купить одну бутылку. Пять, десять. Я иду искать. Петь ду-ду. Феми играет с дедушкой в прятки. Да. А пока я кромсаю пирог. Где же... Ладно, рукой никак. Что я уже сделала. А, вот, наверное, он вот туда забрался. Хе-хе-хе. О-о-о. О-о-о. Нет, ничего-то тут... Нету. Никого нету в безобразии. Нету никого. Нету никого. Где же это может быть? Да он же просто играет с ванной. Странно. Странно. Бабушка, ты куда спрятала артельник? Она его упаковала в чемодан уже. В чемодан? Я его никуда не поняла еще никуда. А где у тебя чемодан? На верхней полке, да? Нету, там ничего нет. Да, ну как, да, вот тут говорят, как наблюдатели, что ты в чемодане, вон там, на полке. Нет. Нет? Нету в чемодане. Понимаете, так спрятался с домом. Где же это самое? Черт. Нет, 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 нет. Нет, наверное, куда-то он... А здесь за картиной-то не поменял? Нет. За картиной руки нет. За картиной он там и нет. Не помню, это его. Что это у меня было не получать? А-а-а, вот тут чьи-то ноги видны. А-а-а. Ай-яй, это чьи... Ай-яй-яй. Да это тараканчик просто завелся. А-а-а, да нет, это вот... Не-е-е, вот он, вот, вот мы его нашли, нашли, нашли. Вот нашли, все, вот, все нашли. А он наш? Это мальчик это? Да, это наш мальчик, наш. Вылезай, мальчик. Будешь нашим. Ага, это мальчик. Да. Так залез, что не вылезти. Артемий одевается. А мы с дедушкой набираем нам воду домой. Чтобы было... Было... Попить... Чемлиться. Мама, дедушка, дедушка надевается. Свитер, это то, что ты шапку надел раньше времени. Сначала надевают свитер, а потом только шапку. Вода. Привет. Привет. Четверка на бакушке. И твоя... Клика на бакушку. Мне вот такая... Все. Что это получилось? ура вода жидкое золото Смотрите, что я делаю Сижу на шеине и выбираю платье себе Хочу заказать платье либо летнее, либо на Новый год Ну, какое понравится Но пока вот что-то листаю-листаю И никак не могу выбрать Ну, то есть мне либо нравится то, что не сядет на мою фигуру Либо просто не нравится Например, я не могу носить платье без бретелек По понятным причинам Кто кормил грудью, тот поймет Но я и раньше не любила такие платья Неудобно, хочется поддержку Это раз Из-за этого я не могу носить платье с открытой спиной Потому что без галтера Это два С таким большим вырезом я вообще никогда не могла носить платье У меня другая форма грудной клетки У меня нету ложбинки здесь Никогда ее не было Это три Такие обтягивающие платья Я тоже не могу носить Потому что у меня был, есть и будет животик Или вот это мне не подойдет Потому что животик Здесь у меня не будет шеи Это мне не подойдет, потому что нет груди Это не подойдет, потому что живот и грудь Это не подойдет, потому что грудь Ну, короче, выбор сложный Но он реальный все равно Когда знаешь свою фигуру, найти можно Так что я тут сижу и ковыряюсь, наверное, уже полчаса Никак не могу выбрать Я хочу, если на Новый год Я бы хотела чего-нибудь такое, знаете, блестящее У меня давно есть мечта Такое платье, которое все переливается надеть Вот типа этого Кстати, неплохой вариант, но на мой живот не пойдет наверняка Я люблю такое Как сорока Сейчас сижу тут с платьями Ой, сейчас камера перестроится Когда поймет, что тут все Во, цвет как меняется, хорошо Жду Алишера Алишера должна сегодня приехать на нашей машине Починили Там еще печку осталось сделать Но там запчасти долго идут Целиком печку менять будем внутри Потому что у нас проблема У нас печка дует только на пассажирское сидение На водителя не дует Кондей вообще не работает в связи с этим Это уже не первый год И прямо тут очень-очень круто Если мы это все починим И я никак не могу найти фонарь задний Тут разбитый, не помню, говорила я или нет Потому что у нас LED-фары светодиодные Они стандартная комплектация Все, что я смогла найти Это новые LED-фонари Комплект Что-то за 20 тысяч что ли А нам нужна Одна ВУ-фара Стандартные по 2-3 тысячи продаются А вот этого LED никто не продает Короче, я в Питере не нашла В Москве нашла Надо еще поискать, чтобы заменить И воду нам пока не дали Но в новостях я уже в одном источнике прочитала Что типа уже подают ее Но это только в одном источнике И как бы ничего не подают Пока нету Но я думаю, завтра она уже появится И как бы да Власти тоже читала-читала Они еще в 2017 году знали Что пора менять трубопровод Что он уже тетю И только сейчас собрались То есть они сейчас прокладывают Думаю, уже несколько месяцев Будет только через год готово Короче, дай бог за этот год Такого больше не будет Чтобы не мучить Таким всем это Неудобно Я сижу в своем кардигане С шеем как раз Он такой клевый, девчонки Он просто кайфовый Такой мягкий Мне нравится Очень-очень классный Приятный Почему-то у нас прохладно Я не знаю, в чем дело Но у нас батареи, знаете Они такие просто теплые А на улице сильный ветер сегодня И там реально холодно То есть там уже температура в районе Простите, 5 градусов, наверное Сколько тут? 6 сейчас показывается Ощущается как 2 Потому что, видите Так что да У нас холодно Так что Мы с маникюрщицей Простите, что я ее так называю Мы с моим мастером по маникюру Сейчас переписываемся Она там через неделю В небольшой отпуск уезжает Я хочу к ней сходить До того, как она уедет Потому что она на самолете полетит Ну чтобы с этим ковидом Знаете, мало ли что В самолете просто реально большой риск подцепить Я говорю Как это я должна уже идти к вам? Я еще не придумала новый дизайн Мне реально так нравится Вот этот вот дизайн Который она сделала Я просто Я готова с ним еще пару месяцев ходить Вот только ногти отросли уже Как бы вот Это у меня Три недели прошло Вот Но я на второй половине недели, наверное, запишусь Это у меня чернила на пальцах Они не отмываются По крайней мере, когда воды нет Они не отмываются Вот В общем, мне так нравится этот дизайн Я теперь думаю Что же еще придумать? Вот этот цвет очень удачный, знаете Он как-то Хорошо смотрится Ко всему подходит Не навязчиво И в то же время аккуратный Ну такой Короче Ну давай камера Ну камера сказала Хватит уже пальцами В камеру Не буду Вы уже увидели В общем, я не знаю, что придумать Но я на Пинтересте уже посмотрела И вообще я подсела на Пинтересте Я иногда там как залипну Это какой-то кошмар В Инстаграме осталось сидеть мало В ТикТоке Я прям себе уже лимит поставила на ТикТок У меня вот так вот, видите В Айфоне есть такая функция Установить лимит на приложение Ну давай, перестройся Слишком ярко Короче, значок такой блеклый Ну я могу открыть приложение Мне надо нажать кнопку Игнорировать лимит Но я так вижу, что я уже лимит превысила У меня лимит 50 минут Я себе поставила С учетом того, что я Как минимум 15 минут в день Провожу там По рабочим вопросам Ну то есть сама выкладываю Монтирую Вот И стала еще на Пинтересте сидеть Что я коллекционирую на Пинтересте У меня, значит, подборка Во-первых, всякие штуки для Инстаграма Оказывается, народ выкладывает Вот так вот хэштеги С подписью То есть это для того, чтобы в Инстаграме Всякие прикольные иконки В сторис клеить Я поскольку блогер Мне это надо, видите Я всякого новогоднего насохраняла Мне так понравилось Думаю, Новый год уже скоро Потом у меня Как это? Модборд, доска Про квартиру Все, я тут всякие Блин, ничего не видно Почему тут засвечивает? Я не понимаю Вообще непонятно Как они там настройки А, у меня яркость большая поставлена В общем, по квартире все Идеи маникюра Идеи для хранения Тоже типа на будущую квартиру Потом иконки для Инстаграма Вообще тема классная Я отсюда брала Вот когда у вас хайлайты Их можно очень красиво В одном стиле оформлять И еще по немецкому У меня тут Две доски Идеи для сторис И постов И прически Сижу, летаю тоже И залипаю Вот хоккей-порт Красивый маникюр Что ж И иконки красивые Ладно Игры тоже Открывать нельзя Все, короче Я хотела просто Закончить влог Я надеюсь Я завтра включусь И скажу Ребята Нам дали воду Я помылась Это у меня голова Ужем просто Я не знаю Я завтра не смогу Уложить волосы Если я не помою Буду ходить Как не знаю кто Все Короче До завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok